Нет, это не правовое государство. Не правовое держава. Это не правовое государство. Всем привет, дамы и господа. Я знаю, вы любите трэш и угар. Но сегодня будет видео информационного характера и очень интересная. Рахунковая палата, есть такой у нас орган, да, счетная палата Украины. Она, значит, опубликовала недавно отчет. Производили они, значит, аудит эффективности исполнения государственными органами полномочий в части контроля по взысканию штрафов за админ правонарушения. То есть наша тематика, несмотря на то, что счетная палата занимается в основном, конечно же, цифрами и деньгами, но те выводы и те цифры, которые они приводят в своем отчете, говорят о многом. Можно сделать из этих цифр определенные выводы, проанализировать. Поэтому, поэтому я тут себе повыделял, и мы сейчас немножечко это все обсудим. Итак, вот они пишут, да, что мировой опыт, в общем-то, основывается на том, что необходимо существование эффективной системы применения административных штрафов. В 2020 году, в сравнении с 2015 годом, при увеличении количества ДТП на 21,3%, в казну поступило аж на 325% больше штрафов, нежели в 2015. Почему так произошло? Процент 21, а штраф 325%. То есть процент ДТП увеличился на 21, в деньгах выросло на 325%. Ну, потому что сами штрафы были увеличены, вот и получилось. А теперь вот первая такая очень интересная цифра. Уровень в бюджете, если раньше, в 2015 году, вот эти вот штрафы составляли всего лишь 0,003%, то в 2020 году вот эти вот штрафы составили 2,3%. То есть раньше это было на уровне ниже статистической погрешности, а сейчас это ощутимый процент. О чем это говорит? Это говорит о том, что на сегодняшний день система штрафования как раз таки нацелена на пополнение государственного бюджета. То есть сама по себе система наказаний не должна своей целью преследовать наполнение бюджета, потому что у наказаний там, ну, как бы другие функции. Но на сегодняшний день мы видим, что вот она система, вот она наследие господина Авакова и всех его реформаторов. Они сделали из этого реальный бизнес, да, скажем так, государственную монополию по отъему денег из наших с вами карманов. Давайте дальше, да. Да, пока я листаю, я вам ссылку на этот отчет оставлю в описании. Он достаточно большой, весь я его вам перечитывать не буду. Кто захочет на досуге, почитает его полностью. Так что, переходите по ссылке в описании, там будет этот отчет целиком. Так. Так. Вот. Под рукамом я вот тут тоже выделил. Значит, у нас с 18-го года начали использовать руками, да, ну, точнее, будет сказать, повторно начали использовать руками. Их тогда, как вы помните, убрали, потому что они, как бы, не соответствовали принципам, нормам и стандартам, а в 18-м году решили, что все-таки соответствуют, и начали их использовать. И вот тут вот интересная цифра такая. Процент составления материалов по зафиксированным правонарушениям, да, то есть вот они зафиксировали какое-то количество правонарушений, оно что там все четенько сохраняется, эта информация на каждом с руками, и сколько они составили админматериалов. Итак, самый большой процент составляет 98,3 в Кировоградской области. А самый низший УПП города Киева, да, в нашем любимом УПП города Киева всего лишь 85,3%. То есть зафиксировано 59,8 тысяч случаев, а составлено только 51 тысячу постановлений. То есть в городе Киеве за отчетный период, это 18-е, 20-е годы, 8,8 тысяч, да, ну, 8800 случаев превышения скорости, которая была зафиксирована над руками, не была оформлена соответствующими административными материалами. Почему такое большое количество? Ну, сами понимаете, у нас тут в Киеве очень много всяких непростых людей, назовем их так. И вот что-то мне подсказывает, что вот в этой цифре как раз-таки и кроется вот это вот количество непростых людей, нарушения которых были зафиксированы патрульными полицейскими УПП города Киева, но административные материалы составлены не были. Это значит привет господину Зазуле и господину Евдокимову, да. Давайте дальше. Вот, а вот начинаются еще у нас интересные цифры. Данные о количестве административных правонарушений зафиксированы. То есть, всего у нас составлено постановлений за 2018 год 2 миллиона 405 тысяч, 2019 год 2 миллиона 796 тысяч, 2020 год 4 миллиона 411 тысяч. Ну да, здесь появляется, конечно же, автофиксация 1 миллион 215. Обалдеть! Но если даже взять количество постановлений, которые зафиксированы не в автоматическом режиме, но обычное постановление, то все равно мы видим динамику 2.400, 2.796, 3.196. С каждым годом увеличивается количество составленных постановлений. Ну, еще и реклама вылазит. Так, то есть, видим в 2021 году 754 за первый квартал. То есть, будет опять больше 3 миллионов. Отдельно у нас протоколы, отдельно постановлений. Но, как мы видим, динамика показывает постоянный рост количества составленных постановлений на водителей. Как они составляются, мы с вами разбираем практически в каждом видео. Или просто видим, как они составляются. В основном, с нарушением. либо, правильнее будет сказать, с грубейшим нарушением действующего законодательства, количество растет. Вот они, вот они планы, которых нет. нет. Ну, вот они тут делают итоги, да, что было 2 миллиона в 2018 году, 4 миллиона в 2020 году. В два раза количество постановлений выросло. Соответственно, поступления, как вы понимаете, тоже растут. схемы всякие тут показывают интересные. Я же говорю, кто захочет, почитает полностью. И вот тут вот еще, значит, очередные интересные цифры. Уровень оплаты административных штрафов в целом увеличился на 12,3% по сравнению с 2013-2015 годами. с 68,7% до 81%. Но при этом по решениям судов наоборот. Уровень оплаты штрафов уменьшился в 2,5 раза с 57% до 22,4%. С чем это связано? Как все мы понимаем и все мы знаем с 2013 года по 2020 год у нас увеличились штрафы. При этом штрафы, которые накладывает именно суд, увеличились значительно. Ну, то же самое 130-е, но и другие статьи. Поэтому, конечно же, при постоянном обнищании людей количество, ну, даже не так, а удельный вес оплаченных штрафов уменьшается. Потому что людям просто не с чего оплатить эти штрафы. все абсолютно очевидно. Ну, и вот тут они пишут, я же говорю, государственная монополия, риски считают. Из-за вот того, что не платят штрафы люди, существует риск непоступления в бюджет 2 миллиарда 666 миллионов гривен. Понимаете, риски уже считают. Я же говорю, раньше это было, никого не волновало 3 тысячных, а сейчас 2,3% конечно всех волнует. И вот в подтверждение моих слов по информации ДПП, да, это департамент патрульной полиции, основные причины неоплаты штрафов это неоплата их нарушителями в добровольном порядке, а также отсутствие у должников имущества, на которое можно обратить взыскание. То есть люди нищие, у них имущества нет и вы такому человеку, у которого ничего нет, хоть миллиард, выпишите штраф, он его не заплатит, потому что нечего с него взять. Нечего. Дальше вот интересно. Аудит установил, что существуют некорректное отображение в платежах и соответственно что приводит к невыявленным и непонятным платежам и сейчас вы поймете о чем речь. Вот смотрите, вот они такую табличку рисуют. Данные казначейства, данные нацполиции. Сколько пришло? Это в миллионы, то есть 3 миллиарда по нацполиции 2,3 миллиарда. Разночтение в 708 миллионов. Это вот по одному счету, это по второму. Это, я так понимаю, обычное постановление, это постановление, которое выписано в автоматическом режиме. Снова по казначейству одна цифра, а по нацполиции уже другая, но больше. И снова расхождение в 46 миллионов. То есть 700, ну вот если мы это возьмем, представьте, за 3 года в госбюджет поступило 708 миллионов, да, почти которые невозможно распознать. От кого, за что, куда, чего. То есть они в бюджет поступили, ими в итоге даже распорядились, а от кого за что, непонятно. да, в общем-то и плевать им, я так понимаю, плевать. Главное, что деньги есть. Так, что еще интересного? В общем-то много-много-много писали, да, они, и вот один из выводов, который делает счетная палата, что национальной полиции не обеспечено надлежащего оформления полицейскими подразделениями ДПП и РПП, ну, ДПП это Департамент РРПП, значит, региональное управление материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. То есть то, о чем мы с вами говорим постоянно, что органы не обеспечивают надлежащего оформления материалов. Цель другая. Цель заработать денег на нас с вами. Как там составлены материалы? Да вообще плевать. Дальше у нас по судам вот интересные цифры. Суды за отчетный период рассмотрели 790 тысяч дел в сфере безопасности дорожного движения. При этом закрыли 203 тысячи дел. Четверть закрыли по разным причинам, но сам факт такого огромного количества дел говорит о том, что четверть дел закрывается ну это очень большое количество. В первую очередь они закрываются и за отсутствием составов и по окончанию сроков. Ну сроки конечно же заканчиваются, потому что суды просто не успевают рассматривать такое огромное количество дел, которыми полиция их забрасывает. А потом говорит, что вот суды не такие. В судах да, у нас тоже все далеко негладкое и процветает коррупция и все остальное. Но таких вот количеств дел не было никогда ранее. Поэтому и закрывают. Тут они по 130 тоже делают выводы, но тут цифры они как бы в общей массе, поэтому они не такие информативные. Свою статистику по 130 я вам уже рассказывал, поэтому вы так я думаю знаете, что там у нас по 130 мне нравится они делают вывод, что из-за того, что суды закрывают дела по 130 то по их расчетам бюджет недополучил 1 миллиард 157 миллионов гривен. При этом понятное дело это не работа счетной палаты, она не разбирается почему суды закрывают дела. а я вам рассказывал почему суды закрывают дела. Там как минимум 20% установленных только случаев составления 130 абсолютно сфальсифицированных без надлежащих правовых оснований. Поэтому конечно же но вот видите они считают риски недополучили денег миллиард. также много дел судами возвращаются полиции и вот полиция я так понимаю на запрос от счетной палаты нацполиция указывает почему суды возвращают им материалы. Это оформление протоколов неразборчиво с исправлениями с неправильной классификацией наверное квалификацией все-таки нарушения без указания документов которые подтверждают личность свидетеля нарушителя и т.д. и т.п. без подтверждения отправления протокола в общем-то участнику в общем с нарушениями по передаче носителей информации дисков а также в тех случаях когда к материалам дела не были приложены пишут объективные доказательства я так понимаю в принципе никакие доказательства когда не прикладывается это вот очень важный момент этот момент запомните а если что я вам напомню потому что мы об этом будем еще говорить в одном из следующих видео вот просто здесь полиция сама полиция это утверждает почему так происходит вот а вот интересная еще история это история с обжалованием постановлений полиции вот теперь смотрите объясняю как говорится на пальцах всего вынесено постановлений полицейскими за отчетный период 9 миллионов 693 тысяч да почти 700 тысяч 9,7 миллионов постановлений постановление как вы знаете можно обжаловать двумя способами путем подачи жалобы в УПП путем подачи жалобы в суд жалобы было подано 40 тысяч написано жалобы в суд ну понятно не жалобы исков в суд было подано 49 тысяч всего 89 тысяч что составляет менее 1% вот вам и ответ на вопрос почему данная система существует до сих пор и ее очень тяжело пошатнуть потому что несмотря на вот все вот эти вот составления постановлений на крысу да без соблюдения процедуры с грубейшими нарушениями прав человека и гражданина всего лишь 1% людей обжалуют эти дичайшие постановления поэтому этот 1% он ни на что не влияет всем плевать пожалуйста обжалуйте но при этом по поданным жалобам самой говорится полицией отменено 10 тысяч постановлений то есть 25% то есть полиция несмотря на то что она как бы участвует во всей этой системе вот в этой вот системе они сами самостоятельно отменяют 25% постановлений то есть если бы вот все подали бы то считайте 25% средняя цифра вышла бы и они бы отменили сколько это получается ну в общем четверть судами судами же отменяется еще больше из 49 тысяч поданных исков суды удовлетворили 26 тысяч то есть 53 и 3 процента то есть половину и здесь 25 дать итого 75% постановлений которые обжаловались людьми были отменены вы представляете какой сумасшедший процент 75% то есть вот эта цифра она бы просто развалилась в пух и прах если бы все обратились за обжалованием постановления но поскольку обжалуют только 1% конечно же эта система и существует и постоянно пополняет государственный бюджет и вот несколько примеров УПП в Винницкой области рассматривала жалобы и отменила вообще 50% своих же постановлений а в той же самой Харьковской области суды отменили 4,4 тысячи постановлений а в процентах это 90% от рассмотренных дел то есть ну вы понимаете в принципе то о чем в принципе и я рассказываю постоянно что там наверное вообще 99,9 в периоде постановлений можно и нужно отменять потому что они просто приняты с грубейшим нарушением законодательства и вот они из этого абсолютно логично делают вывод что отмена этих всех постановлений свидетель может свидетельствовать о низком уровне подготовки полицейскими материалов по таким делам да так и есть вот несмотря на то что они занимаются подсчетом денег они выводы делают абсолютно верные почему так много отменяется постановлений из поданных ну то есть тот кто обжалует то он грубо говоря имеет 75% шансов на то что его в общем-то постановление разлетится либо в УПП либо в суде при этом учет данных по количеству жалоб на действия должностных лиц по количеству должностных лиц которых привлекли к ответственности к дисциплинарной в том числе из-за нарушения при составлении административных материалов в нацполиции и в ДПП не предусмотрено то есть свои косяки они не считают да то есть и полиция и нацполиция и ДПП не считают свои косяки молодцы замечательно а вот это вообще просто замечательная тема вот по поводу планов вот я никогда и не знал даже такого смотрите у нас оказывается МВД постоянно прогнозирует количество штрафов которые они с нас взыщут вот он план господа вот он план понимаете вот они прогнозировали в 2018 году взыскать 780 миллионов штрафов взыскали 640 в 2019 прогнозировали 983 взыскали 989 молодцы выполнили план то есть сами себе ставят план то есть о чем это говорит не интересует их безопасность правопорядок вот у них что их интересует вот в 2020 году они прогнозировали что собьют с нас миллиард денег сбили даже чуть больше чем прогнозировали а в 2021 году уже прогнозируют что собьют с нас миллиард почти 300 миллионов и вообще какой идиотизм вот вам и планы основные так что-то у нас еще есть интересное точно что-то еще было так смотрите счетная палата пишет что дорожное движение в значении системного подхода явление небезопасное аварийное потому что автомобиль у нас это источник повышенной опасности и вот именно аварийность является показателем эффективности государственного управления в сфере организации деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения вот я во многом с этим согласен из этих предпосылок мы исходим и идем дальше вот они пишут что уровень организации безопасности дорожного движения остается низким и постоянно ухудшаются показатели аварийности сейчас это все будет в цифрах вот смотрите у нас значит в 2018 году Кабмин утвердил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения тут значит указали определенные меры какие они в этой в рамках этой стратегии придумали потом значит у нас нацполиция утвердила свой план по исполнению этой стратегии ну и тоже там трукам и вот все вот эта ерунда но в итоге счетная палата приходит к выводу что министерствами и другими центральными органами исполнительной власти которые были ответственными за исполнение плана этой стратегии не обеспечено в полной мере достижения ожидаемых результатов ДТП увеличилось почти на 6% количество погибших и травмированных не уменьшилось количество погибших вследствие ДТП в расчете на 100 тысяч населения не уменьшено они вот у нас была такая цифра то есть количество погибших на 100 тысяч населения в Украине есть такой показатель был он 8 хотели снизить до 4 а он увеличился до 8,5 а может кто-то слышал что за неисполнение этой стратегии кого-то уволили или массово уволили нет все нормально хотели вот придумали стратегию как улучшить как говорится ситуацию на дорогах результатов не достигли да и плевать вот новые у нас уже коревники уже придумали новую стратегию вот смотрите в 2020 году тоже вот новая стратегия но теперь уже до 2024 года вот предыдущая была на 3 года это вообще на 4 года ну молодцы наверное подальше чтобы потом не отвечать за то что они не исполнят вот и вот что интересно я тоже выделил количество погибших в следствии ДТП на 100 тысяч населения да вот этот показатель который мы говорили они согласно этой новой стратегии хотят снизить опять с 8 до 4 то есть до 4 должны были снизить еще в 2020 году вот поэтому как бы ну такой план не амбициозный да то есть тогда уже хотя бы в стратегии написали до 3 а так получается не выполнили опять ставим тот же самый план но уже в 2030 году понимаете охи руководители боже-боже если они этого не достигнут как думаете накажут их кого-нибудь за это да нет конечно стратегии стратегии великие стратегии разрабатывают не выполняют но всем плевать то значит у нас Европу обсуждают всякая такая вот ерунда мне неинтересно вот и финальные выводы там еще будут выводы в принципе они повторяют все то что мы говорили только коротко и вот что интересно несмотря на вот счетная полота нам пишет несмотря на то что в 2018-2020 годах размер штрафов за превышение скорости и т.д. и т.п. увеличился смертность и травматизм не уменьшатся а только лишь продолжает увеличиваться да это то что о чем говорили как говорится умные люди что ни один трукам ни одна камера автофиксации еще не спасла ни одной жизни и она и вот эти вот способы фиксации придуманы исключительно для того чтобы деньги зарабатывать вытаскивать из наших карманов это значит на безопасность дорожного движения не влияет либо если и влияет то незначительно это невозможно даже ну вот нормально пощупать и вот как бы правильная предпосылка у счетной палаты а вывод делают из этого прям совсем неправильно что для повышения уровня безопасности на дорогах необходимо усовершенствование системы применения и взыскания административных штрафов и расширение этой системы автофиксации на всю страну вот мы говорили там где-то среди ролика о том что у нас обнищало просто население и штрафы которые им выписывают они просто уже не платят потому что не могут платить и вот счетная палата вот как можно улучшить безопасность на дорогах если вы ну скажем так придумаете новые штрафы увеличите старые и все равно не сможете их взыскать с людей как это повлияет на безопасность дорожного движения а вот такой значит аудит сделал у нас сделала у нас счетная палата как вы видите другими словами но все о том же о том о чем мы с вами разговариваем практически каждый день надеюсь было полезно и интересно кому захочется прочитать полностью этот вывод переходите по ссылке в описании пока пока и так не мы живем вообще в государстве не правовая и не государство